МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Пора вам наконец узнать главные новости этого дня. Начинаем подробности. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец блокады. Почему крымские татары и активисты освободили дорогу на полуостров? Форма новая, грехи старые. На чем попался один из начальников столичной полиции? Деньги из грязи. Как под Одессой намывали миллионы на глине. Тегеранская надежда. Иранская столица замерла в ожидании отмены американских санкций. Конец блокады. Крымские татары объявили об окончании своей акции на границе с оккупированным Крымом. И заявили, что уйдут со своих блокпостов. Напомню, стояли они на Чангаре, в Чаплинке и Каланчеке. Досматривали автомобили, которые едут на полуостров. Теперь же, говорят, станут лишь наблюдателями на официальных пограничных КПП. Блокада Крыма началась в конце сентября прошлого года. Сначала перестали пускать на полуостров грузовой транспорт с продуктами питания и различными товарами. Затем была энергетическая блокада. Ее целью было добиться освобождения политзаключенных крымских татар, которых власти полуострова преследуют за участие в митинге за единство Украины в феврале прошлого года. И прекращение репрессий в отношении лидеров крымско-татарского народа. Участники блокады теперь объясняют, что после того, как Кабмин официально запретил товарооборот с полуостровом, 17 января, необходимости в их блокпостах попросту нет. Но, впрочем, до этого часа эти блокпосты еще не убрали, пока крымские татары продолжают дежурить и досматривать легковые автомобили, те, что едут в Крым и те, что выезжают с полуострова. На чем только не наживаются украинские браконьеры. Необычную схему обогащения раскрыли в Одесской области. Дельцы наладили нелегальную добычу глины. Какие суммы удавалось наварить на грязи из-под ног и в чьи карманы утекали эти деньги, разбирались наши журналисты. 15 тысяч кубометров глины по предварительным подсчетам специалистов именно столько вывезли из этого нелегального карьера в селе Орлов Коренийского района. Сейчас техника остановлена, прокуратура выясняет, кто заказчик и подрядчик работ. Местные жители рассказывают, глину машины вывозили ударными темпами с середины декабря. Часто, и днем, и ночью. Да, одна за другой. Всю ночь гребежит дом, и стены, и все. Место, куда рабочие вывозили грунт, знают все в округе. В 8 километрах от Орловки на берегу Дуная намечается масштабное строительство. В рамках инвестиционного проекта здесь сооружают паромную переправу, которая соединит Украину и Румынию. Дело, конечно, важное и нужное. До Румынии рукой подать, а прямого транспортного сообщения все нет. Глину сюда привозили и равняли как основу для будущего паромного комплекса. По телефону представитель застройщика все обвинения опроверг. Говорит, место, где они брали грунт, вовсе не карьер, а обычное фермерское хозяйство. А сама глина никакой ценности не представляет. Поэтому специальные разрешения на ее добычу не нужны. Я думаю, что это затронуты чьи-то интересы. И поэтому правоохранительные органы, не предоставляя никаких документов, просто тормозят работы по подготовке к строительству паромной переправы. А вот в прокуратуре говорят, в ближайшее время будут проведены геологические экспертизы и подсчитан ущерб, нанесенный государству. Уголовное производство открыто по статье «Нарушение правил охраны недр». Правоохранительные документы на земельную делянку, а также на право выдобычника Борисной Копала не было. Но вот что еще интересно, почему в течение нескольких недель на оживленной трассе Одессы-Рени чиновники будто не замечали работающей техники, а правоохранители отреагировали только после обращения местных жителей. Профильные ведомства, экологическая инспекция и госслужба по вопросам труда кивают друг на друга, ссылаясь то на нехватку кадров, то на отсутствие полномочий, то на бюрократические сложности при проведении проверок. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. И это не единственный коррупционный скандал в Одесской области. Сегодня под стражу там взяли поселкового голову затоки Василия Звягинцева и главного архитектора Белгорода-Днестровского. Подозревают их в сговоре и незаконной передаче трех гектаров земли на побережье в частную собственность. Рыночная стоимость этих участков 50 миллионов гривен. Землю разделили между 66 приближенными к чиновникам людьми, сообщили в областной прокуратуре. Киевский райсуд Одессы на время следствия решил арестовать фигурантов дела. Ну правда Звягинцев может выйти на свободу под залог в 5 миллионов гривен. Ну а вот в Киеве коррупционный скандал в полиции. Погорел на взятке начальник Голосеевского райуправления. Вместе с ним попался и начальник сектора Голосеевского райотдела Департамента защиты экономики. Взяли их с поличным. Сумма 20 тысяч гривен и 700 долларов США. Так они оценили невмешательство в хозяйственную деятельность одного из рынков столицы и станции технического обслуживания. Операцию провели сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Департаментом внутренней безопасности нацполиции. Военная прокуратура уже начала уголовное производство. В МВД прокомментировали задержание. На официальном сайте отдельно подчеркнули, что пойманный на взятке начальник не прошел переаттестацию. Авиакомпания МАУ не дня без приключений в небе. Сегодня ее самолет, выполнявший рейс Львов-Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Жуляны. При посадке отклонился от курса на 50 метров и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 134 пассажира. Никто не пострадал. На официальном сайте авиакомпании объяснили, что борт изменил свой курс и сел в Жулянах, а не в Борисполе, из-за погодных условий и закрытых посадочных полос в главном аэропорту. Однако в самом Борисполе эту информацию отрицают. Уже сообщили, что за последние двое суток не вводили никаких ограничений. Что же произошло, нам рассказала пассажирка, которая летела этим рейсом. В начале нас сказали, что Киев не принимает Борисполе, потому что там страсса не почищена. Мы полетели на Харків, а вот тогда нас снова вернули на Киев. Пошли на вимушенную посадку в іншому аэропорту в Жулянах. Когда мы остановились, то, кстати, было страшно, потому что літак ударился об землю. И мы почули, знаете, на такие виды чувствовали, что літак от перехиляется. И літак, если метр 200, легко посадиться в стену. Когда мы вышли, нам забороняли снимать. Вчера, напомню вам, самолет этой же компании, выполнявший рейс Львов-Киев, совершил экстренную посадку во Львове. Авиалайнер вернулся в аэропорт через 20 минут после взлета. По словам пассажиров, в салоне появился серый дым, люди звали на помощь. И после этого самолет развернули на Львов. Зона АТО. С начала Нового года окраины поселка Новгородское. Это недалеко от оккупированной Горловки, под постоянным огнем. По сводкам штаба АТО, сейчас это одна из самых горячих точек на Донбассе. Как бойцы отражают нападение врага, давайте посмотрим далее. Давид выходит на боевое дежурство. Враг в 150-200 метрах, возле опор электропередач. Начинается небольшая метель. Смена полтора часа. Ну, сейчас холодное время, час-полтора часа стоит. Это украинские позиции под Новгородским. Здесь бои уже длятся примерно две недели. Вот, сейчас вот пока тихо, но не исключено, что противник начнет огонь буквально через несколько минут. Вослышные одиночные выстрелы. На такое украинские бойцы даже не реагируют. Ожидают худшего. Такое впечатление, что что-то, какая-то закваска планируется, что-то неправильно. Они пробуют под дымом, что они в небо стреляют просто так, они пристреливаются. Супротивник использую от минометов до вогнепальности, весь спектр. По словам бойцов, боевики часто используют зенитные установки и дальнобойные пулеметы. Бьют сначала с дистанции полтора-два километра, причем из-под опор ЛЭП, чтобы в случае ответного огня обвинить украинскую сторону в разрушении инфраструктуры Донбасса. Воины рассказывают, если они не отвечают, враг переходит в атаку. После отбора используют коварную тактику. Они массово нападают. Мы, когда начинаем ответить, они запрашивают режим тишины. Будьте, там, пораненных сбирать. Подобные бои проходят в районе Новгородского почти ежедневно, начиная с Нового года. После ратной работы в блиндаже командира оппозиции ждет один из вариантов приготовления львовского кофе. Купаешь, так как смак кавы. А вот после того, на кончику языка остается герчинка. Витпарцу. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Вечер памяти последних защитников Донецкого аэропорта. 59 киборгов прошел сегодня в Киеве в Доме офицеров. Вспоминали героев, их родные, сослуживцы, волонтеры. Продолжит Татьяна Авинникова. Имена погибших героев защитников Донецкого аэропорта сегодня называли со сцены Киевского дома офицеров в течение часа. Не забыли никого. На вечер памяти легендарных киборгов пришли сотни людей. Родственники, друзья, волонтеры и побратимы. Даже если была машина времени, я все равно бы туда пошел. Потому что я люблю свою родину, я здесь родился. Я люблю детей, за которых мы, собственно, и воевали. Волонтеры рассказывают, идею вечера памяти им подала жена одного из киборгов. Тогда и решили собрать вместе семьи погибших бойцов. Более 140 родственников из всех уголков страны. Поднялись несколько громадских организаций. Сборили все общество. Вызвали 58 семей загибших. Яки втратили своих детей, чоловеков. Это история Украины. Там загинули патриоты Украины. И про это мое знать все общество. Семьи погибших героев наградили медалями от Филарета. За жертвенность и любовь к Украине. Для каждого из родственников, за словом киборг, имя родного человека. Виктория и Анатолий планировали сыграть свадьбу. Уже выбрали наряды в украинском стиле. Не успели. 20 сечня мне с его телефона позвонили сепаратисты. Вы знаете хозяина этого телефона? Да. Мы его только что убили. Приезжайте сюда к нам, забирайте его. Вот он тут валяется. Любой человек в этой ситуации не поверит этим словам. Когда уже у меня были доказательства, во второй половине февраля Ашу, его уже в живых нету. Причем эти доказательства были наглядные. Я все равно не верила. Помянуть ушедших побратимов пришли и те, кто стоял в аэропорту до последнего. Андрей в составе батальона, который вывозил раненых и оставшуюся технику, рассказывает, те последние четыре дня изменили его взгляд на жизнь. Мне очень хотелось бы донести это как можно большему количеству молодых людей, которые сейчас заняты телефонами, заняты одеждой, еще какими-то красивыми гаджетами и так далее. Что вы должны понимать, жизнь не состоит из этого. Она вообще не состоит из материального. Организаторы хотят, чтобы День памяти стал ежегодным. Говорят, битва за Донецкий аэропорт. Одна из самых трагических страниц в украинской истории, о которой нельзя забывать. Ведь герои не умирают. Татьяна Авинникова, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер. Президент Украины посмертно наградил 118 украинских воинов. Среди них и защитники Донецкого аэропорта. Петр Порошенко встретился с их родными и близкими и лично вручил награды. Погибшие герои навсегда останутся в памяти украинцев как киборги. Бесстрашные и непобедимые украинские воины, заявил президент. И добавил, что именно благодаря героической обороне Донецкого аэропорта, длившейся 242 дня, удалось сохранить и очистить две трети Донбасса. Украинские воины, которые позволили перетворить Донецкий аэропорт в символ украинской мощности, в оплот украинского духа, вся края ценуя, шануя и пометая ваших родных и близких, наших родных и близких украинских героев. Большое спасибо вам за это. А уже в понедельник к президенту Украины прибудут специальные посланники Ангелы Меркель и Франсуа Аланда. Ожидается, что на встрече речь пойдет о том, как добиться выполнения минских соглашений. В частности, полного прекращения огня со стороны боевиков, отведения России тяжелых вооружений и освобождения всех заложников. На Мариупольском направлении обострение ситуации. Со вчерашнего вечера боевики начали обстреливать позиции наших военных из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии. Основные удары пришлись на районы Марьинки и поселка Коминтерного. Станислав Кухарчук передает с линии фронта. Условия на передовой сейчас просто адские. Снег в полях растаял, и земля превратилась, она здесь перемешку с глиной, превратилась в настоящую кашу. Она просто килограммами налипает на ботинки. Вдобавок еще и пронизывающий степной ветер. Морской пехотинец с позывным угрюм и внимательно следит за сопредельной стороной. Говорит, после сегодняшней ночи погода лишь мелкие неприятности. Плали на левый фланг, трошки вид нас, на правый, вот сюда. Ну, полностью по нашей линии обороны, то есть полностью крылья и уводены все еще. Это позиция морской пехоты всего в 500 метрах от поселка Водяное. Он в так называемой серой зоне. Сперва боевики накрывали огнем позиции военных, а затем переключились на сам поселок. В ход шла даже ствольная артиллерия. Вчера 120-й работали калибр Д-30 со стороны Саханки, минометы со стороны Коминтерного. Накануне в оккупированном Коминтерного работала миссия ОБСЕ. Ее глава Александр Хук уже отчитался об увиденном. Вот только в докладе ни слова о технике и артиллерии боевиков. Мы разговаривали с местными жителями Коминтерного. И, как нам сказали, их там остается чуть более 200. Мы также видели разрушения, которые, по сообщениям, являются результатом вчерашнего инцидента. Инцидент, о котором говорит Хук, это якобы боестолкновение между военными и боевиками. Но морпехи заявляют, боя не было. Противник стрелял из минометов по их позициям под поселком Коминтерного. Бойцы ответного огня не открывали. И они сомневаются, что ОБСЕ говорило именно с местными жителями. Интервью якобы местных жителей, потому что и по информации от действительно местных жителей, это были ряженые артисты, которые от имени жителей Коминтерного давали какие-то интервью. Вызвать недовольство, скажем так, общественностью, недовольство миссии ОБСЕ. То есть они тут же доложили о том, что вот, пожалуйста, обстреливается водяное. И также указали на то, что якобы Коминтерного обстреливала украинская сторона. На самом деле Коминтерного обстреляли со стороны Саханки сами боевики. С началом очередного режима тишины наши военные стараются без лишней надобности не открывать ответный огонь. Но обстрелы боевиков становятся все интенсивнее. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Прекратить все попытки мобилизации и сосредоточиться на выполнении Минского плана, принятие изменений в Конституцию, законов о выборах на неконтролируемых территориях и амнистии требует оппозиционный блок. Я процитирую заявление, размещенное на сайте Полицилы. Особо цинично предупреждение о мобилизации звучат накануне решающего голосования в Раде по изменениям в Конституцию в части децентрализации. Такие заявления играют на руку тем, кто хочет сорвать достижение компромисса по Донбассу и вернуть в Украину полномасштабные военные действия, которые уже унесли десятки тысяч жизней наших граждан. Конец цитаты. Цифры на нынешних ценниках на продукты далеко не предел. Такие неутешительные прогнозы делают эксперты. Насколько подорожали продукты за прошлый год и что готовит год нынешний, все узнаем от Ольги Теребинской. В субботний день на одном из центральных рынков столицы людей немного. Продавцы жалуются, не только приходить, но и покупать стали в несколько раз меньше. Люди без грошей, все дорого скрозь. Сейчас так не закупляют, как раньше. Если раньше люди набрали 6 килограмм мяса, то заработали 50 килограмм. Денис и Настя рассказывают, телятину сейчас покупают только для ребенка. И если в прошлом году она стоила чуть больше 80 гривен, то вот сегодня отдали 130 гривен за килограмм. Десять соток на 30, да, стало дороже мясо. Сейчас только покушать и что еще? И на развлечения сходить ребенку. Больше ничего. И одеться, наверное, да? Но одеться уже не так. Одеться уже не так. Только покушать. По данным госстатистики, за 2015 год больше всего подорожали хлеб на 57% и сало на 29%. Если верить официальным данным, то килограмм хорошего сала сейчас в среднем стоит 45 гривен. Но на рынке, рассказывают, цены выросли намного больше. У меня в роции была живая закупка живой ваги была дешевше. Конечно, сало было дешевше. Семь лет закупка от 30 гривен. Сало будет, конечно, что дороже. 60-50 гривен. Каждая людина за что? За газ и за свет думает, как заплатить. А потом уже думает, как себе кусочек сала купить или мяско кусочек. По той же статистике, курятина за прошлый год подорожала на 8 гривен. И сейчас стоит в среднем 40 за килограмм. Свинина прибавила десятку. И теперь за нее надо выложить уже 70. А вот с ценой на овощи совсем не угадали. Согласно статистике, картофель сейчас должен стоить 6 гривен за килограмм. Капуста, морковь и лук около 10. А свекла всего 8 гривен. Но вот какая картина на рынке. Сейчас картофель стоит 10 гривен. В прошлом году стоило 8 гривен. Буряк тоже подскочил. Сейчас 15, был 12. На синее все дорогое. Пачка капусты стоила 350, теперь на 750. А все удивляются, что дорогие. Конечно, дорогие. По словам экспертов, такое подорожание в первую очередь реакция рынка на экономическую ситуацию в стране. И если верить прогнозам, в ближайшее время цены не упадут. В Украине в этом году производство значительно ниже, чем в прошлом году. И компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается, потому что в связи с девальвацией гривны импортная продукция также существенно подорожала. Повышение цены будет, будет расти цена, потому что, как я уже сказала, ближе к весне цена будет формироваться по импортной продукции, поэтому во многом цены на эту продукцию еще будут зависеть от ситуации на валютном рынке. Если гривня будет дальше девальвировать, естественно, это будет сказываться на цене. По прогнозам, весной импорт продуктов питания в Украину увеличится. Соответственно, поведут себя и цены. Эксперты говорят, нынешняя стоимость борщевого набора еще не предел. Ольга Теребинская, Наталья Грищенко, Александр Данилов, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Полмиллиона гривен, серверы и 14 горных столов изъяли сотрудники СБУ в ходе обыска в одном из подпольных казинов столицы. Заведение находилось в подвале гостиницы в Печерском районе. На улице злоумышленники установили несколько камер наблюдения, вход заблокировали бронедверью, из-за чего бойцам Альфы даже пришлось использовать болгарку. В СБУ уверены, в казино могли заниматься и распространением наркотиков. Сейчас ищут владельцев этого заведения. Двери были броневаны, я бы сказал, надзвичайно броневаны. В связи с этим, захід примещения затримался где-то приблизно, ну, возможно, часу заняли 10 до 15 минут. И у нас есть такое предпущение, что удалось снищить окремые речевые доказы, и в том числе, может быть, наркотические речевины. В течение обшивки было выложено значительное количество финансовых документов. За незаконное занятие агральным бизнесом загрожает покаранию в виде штрафа до 40 тысяч наоподатковых минимум доходов граждан с конфискацией обладнания. 27 человек погибли в результате теракта в столице Буркина-Фасо. Боевики атаковали ресторан и отель, в котором остановились иностранцы. Кто был организатором этой смертельной атаки? Все подробности узнаем у Дмитрия Евчина. Четырехзвездочный отель «Сплендит» в столице Буркина-Фасо облюбовали иностранцы и сотрудники ООН. В 10 вечера по Киеву террористы атаковали ресторан, он рядом с гостиницей. В тот момент эта женщина была там, ужинала со своими американскими друзьями. Они начали стрелять, все упали на землю. Если кто-то поднимал голову, в него сразу же стреляли. Как только комнату затянуло дымом, мы с сестрой убежали через окно. Выскочили на улицу и спрятались под машиной. Лежали там полчаса, пока нас не нашли военные. Когда нас выводили, террористы открыли огонь. Пуля попала сестре в колено, меня не зацепила. Затем боевики подожгли авто на улице и со стрельбой ворвались в гостиницу. Забаррикадировались на верхнем этаже и подорвали лестницу, ведущую к ним. В западне оказались более ста постояльцев. Было ужасно, всех охватила паника. Люди лежали на полу и повсюду была кровь. Они стреляли в упор. В Буркино-Фасо началась операция по освобождению заложников. На помощь местным полицейским прибыли французские спецназовцы из соседнего государства Мали. К операции подключились 75 морских пехотинцев США. Утром объединенные силы начали штурм отеля. Мы ликвидировали троих боевиков. Среди них двух женщин. По нашим данным, всего террористов было четверо. Двое темнокожих и двое белых. Позже был убит и четвертый террорист. Его тело нашли в отеле. В результате освободили 150 человек. Из них 33 ранены, 27 погибли. Их тела идентифицируют. Национальность пока неизвестна. Ответственность за теракт взяла на себя Аль-Каида, Исламского Магриба. Атаковали рестораны, гостиницу непосредственно боевики группировки Аль-Мурабитун. Очень скоро у нас будет полная картина произошедшего. Я призываю граждан быть бдительными и мужественными. Ведь теперь мы вынуждены бороться с терроризмом в нашей повседневной жизни. Захват отеля, заложники иностранцы, штурм силовиков. Сценарий не новый. В ноябре тоже группировка Аль-Мурабитун атаковала гостиницу в столице Мали. Тогда погиб 21 человек. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Турция усилила борьбу с незаконными мигрантами. Как и помогают ли новые заслоны отсеивать тысячи и тысячи беженцев, которые ежедневно штурмуют Европу? Из Стамбула материал Вениамина Трубачева. Гуманитарные конвои отправили в сирийский город Мадайя. Туда прибыло примерно 50 грузовиков. Они доставили самое главное, это продукты, а также медикаменты и предметы личной гигиены. Город сейчас контролирует вооружённая оппозиция. Но уже больше года Мадайя находится в окружении правительственных войск. В результате люди оказались без еды. Больше 20 человек умерли от голода. Мы надеемся, что процесс доставки гуманитарной помощи будет продолжаться и в будущем. Хорошо, что он начался. Люди находятся в бедственном положении. Эту проблему нужно как-то решать. Сирийцы продолжают бежать из захваченной войной страны. Самый популярный маршрут это через границу в Турцию, а дальше в Европу. Чаще всего плывут ночью в Грецию. Это очень опасно. Сегодня снова две лодки утонули. Люди оказались в холодной воде, в том числе старики, женщины и дети. На помощь им пришли спасатели. Сообщается, что несколько человек всё-таки погибло. Мы получили сигнал, что в море маленькие лодки. Приблизительно по 40 человек в каждой. Хорошо, что мы быстро сюда добрались и смогли спасти людей. Мы уже трижды пытались попасть в Европу, но нас ловила турецкая полиция и возвращала обратно. Но теперь мы счастливы, что наконец-то попали в Грецию. Турецкие власти после теракта в Стамбуле усилили борьбу с нелегалами. Правозащитники говорят, что порядка 20 человек задержала полиция и принудительно вернула обратно в Сирию. Некоторых беженцев отправляют в лагеря вблизи турецко-сирийской границы. Там сейчас существенно усилили охрану и проверяют мигрантов на причастность к ИГИЛ. К этим людям должен прийти мир. Война слишком затянулась. Надеюсь, что скоро наступят лучшие времена. Политики уладят все разногласия и люди смогут вернуться домой. Сегодня из Турции в Германию отправили тела погибших немецких туристов. Только сейчас завершились все следственные процедуры. Напомню, во вторник террорист-смертник взорвал себя в центре Стамбула. Погибли 10 человек, большинство из них граждане Германии. В Неймин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Турция. Тегеранская надежда. Иранская столица замерла в ожидании отмены американских санкций. Объявить об этом решении в США могут с минуты на минуту. Но первые результаты дала даже надежда на потепление отношений. Какие расскажет Тихан Зятко, наш американский Сапкор. США подтвердили освобождение американцев из тюрьмы около часа назад. До этого вся информация была от иранских СМИ. Из четверых освобожденных больше всего известно имя Джейсона Резаяна. Он, как и остальные триузника, имеет двойное гражданство США и Ирана. Джейсон – корреспондент газеты «Вашингтон-Пост». В тюрьме он провел 18 месяцев по обвинению в шпионаже. В октябре суд вынес ему приговор. Однако не стал обнародовать его. США неоднократно требовали от Ирана освободить Резаяна. Но тщетно, вплоть до сегодняшнего дня, когда было объявлено, что журналисты и еще троих обменяют на семерых иранцев, находящихся в американских тюрьмах. Более того, по некоторым данным, освобожден еще один, пятый американец. Все это стало возможно в связи с тем, что именно сегодня, судя по всему, с Ирана снимут многолетние санкции. В этом, во всяком случае, уверен глава иранского МИДа. В соглашении по ядерной программе сказано, после публикации доклада МАГАТЭ, удостоверяющего, что Иран выполнил свою часть соглашения, санкции снимаются. Я думаю, это произойдет сегодня. Это важный день не только для иранской экономики. Мы видим, что международный бизнес также заинтересован в этом. Зариф, а также глава европейской дипломатии Федерико Магерини и госсекретарь США Джон Керри сейчас находятся в Вене. Там они обсуждают ход выполнения соглашения по ядерной программе. Там же сегодня должен быть опубликован доклад МАГАТЭ, агентства по атомной энергии. Мы знаем, что Иран сделал большие успехи в выполнении своей части соглашения. Но санкции никто не снимает, пока МАГАТЭ не подтвердит, что Иран действительно демонтировал свою ядерную инфраструктуру. И важно, чтобы представители агентства и в дальнейшем могли отслеживать ситуацию. Снятие санкций означает, в частности, что Иран получит доступ к замороженным активам на счетах за рубежом, а также сможет экспортировать нефть на мировой рынок. Эксперты от этого ждут нового падения стоимости черного золота. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Ребенок-киборг. Весь мир сегодня удивила британская девочка, которая может не спать, не есть и не чувствует боли. Об этом и не только узнаете из нашего международного обзора. Тайвань впервые возглавит женщина. На выборах главы администрации острова с большим отрывом победила представитель оппозиционно-демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Ей 59 лет. Политик выступает за независимость Тайвани от материкового Китая. Селфи в открытом космосе. Британский астронавт Тим Пик впервые в жизни вышел из международной космической станции и сфотографировался. Вместе с американцем Тимом Копро он заменил неисправный элемент батарей на поверхности МКС. Но из-за проблем со скафандром у напарника пришлось преждевременно вернуться на станцию. В твиттере Пик описал свой подвиг и назвал прогулку незабываемой. Ди Каприо хочет сыграть Путина. Об этом голливудский актер сообщил в интервью немецкому изданию Вальтам Зонтак. Номинант на премию Оскар рассказал, что встречался с Путиным чуть больше пяти лет назад, когда тот был премьером. Речь шла о защите тигров, а Ди Каприо представлял свой благотворительный фонд. Кроме нынешнего президента федерации, актеру интересны Ленин и Распутин. По матери у Ди Каприо российские корни. В Колумбии женщина-полицейский спасла от голода брошенного младенца. Новорожденную девочку нашли в лесу, пока ждали медиков, передали ее молодой маме, офицеру Луизе Фернанди. Женщина недолго думала, начала кормить малышку грудью и спасла ей жизнь. Медики утверждают, если бы не этот благородный поступок, ребенок мог бы умереть от голода и переохлаждения еще до их приезда. Ребенок-киборг в Британии, 7-летняя Ольвия Фарнсворт, почти не ест, не спит и совсем не чувствует боли. Внимание медиков малышка привлекла после аварии, ее сбила машина, но девочка поднялась и пошла дальше. После исследования оказалось, что у ребенка редкое генетическое заболевание, нарушение в 6-й хромосоме. Часть информации, которая там должна быть, просто отсутствует. Фестиваль льда начался в Южной Корее. Его проводят на замерзшей реке в Хвачхоне, недалеко от зоны, разделяющей две Кореи. Ради подледной рыбалки ежегодно сюда стекаются до миллиона туристов и местных жителей. Фестиваль длится три недели и считается одним из самых известных и крупнейших в стране. Любимый конкурс местных участников – ловля форели руками. Время прощаться с праздниками. Сегодня на Софийской площади, возле главной елки страны, завершается Новый год между двумя колокольнями, в рамках которого проходили масштабные празднования последних дней. Каким концертом радует прямо в эти минуты? Давайте узнаем у Анны Каменевой, моя коллега с нами на связи. Аня, добрый вечер, передаю тебе слово. Здравствуй, Алексей. Буквально только что вот этот грандиозный концерт в исполнении артистов национальной опереты завершился. Со сцены, с новогодней, главной новогодней сценой столицы звучали известные арии, из оперетий мюзикла, а также другие популярные композиции. В общем, вокалисты театра вместе с симфоническим оркестром подготовили 24 ярких номера. Предлагаю посмотреть. Послушать концерты, просто повеселиться. На площадь пришли десятки людей. От такого концерта и шоу они просто в восторге. Чудесно. Как будто новогодние праздники возвращаются. Такое дело, что новогоднее настроение. Наверное, это лучшее, что я видела в этом году. Замечательный концерт. Мы его давно ждали. Поэтому с удовольствием пришли и слушаем. Мы вообще любим оперетту. Все круто, все нравится. Хотелось бы побольше таких праздников. И настрой позитивный, что все будет хорошо в нашей стране. Просто невозможно передать словами, насколько здесь весело. Смотри, такая теплая и радостная атмосфера. Люди танцуют, фотографируются, веселятся. А самые маленькие катаются на горках и играют в снежки. Но, к сожалению, сегодня новогодняя рождественская ярмарка официально закрывается. Еще завтра до обеда здесь будут работать сувенирные лавки. А уже с понедельника организаторы начнут разбирать конструкции. Елку, как и в прошлом году, планируют распилить на десятки пластинок и отдать художникам. Чтобы потом эти произведения искусства продать на аукционе. А вырученные деньги отдать на благотворительность и добрые дела. Алексей? Спасибо, Аня, за работу. А на Каменево, Софийской площади столицы, пока еще праздничной. Ну, а новостей на сегодня больше нет. Это были подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся обязательно завтра. Субтитры подогнал «Симон»